Российский миллиардер Олег Дерипаско вместе с вице-премьером Сергеем Приходько возглавили топ сплетен и слухов благодаря некой эскорт-модели Насти Рыбке, которая заявила, что ее якобы где-то там кто-то изнасиловал, правда сама впоследствии назвала это заявление шуткой. Как бы там ни было, Дерипаско теперь подает в суд на всех, кто выкладывает какие-то материалы из этой истории. Бизнесмен, дескать, не давал согласия на публикацию личной информации. Ну а модель не растерялась, воззвала к самому Путину за защитой. Так что же это было? Пиар, попытка дискредитации или отвлечение внимания от чего-то важного? И кто против кого в этой истории Рыбка Гейт? Попытался разобраться для накануне ТВ писатель и публицист Дмитрий Лекух. Потому что даже это видно и по публикуемому материалу, и по книге, и по цели жизни. Пусть Путин ко мне приедет. А сейчас я прицел. За компромат. От чего это может отвлечь только от обсуждения действенности Дианы Шурыгиной. Все, или Шурыгиной, которая она собралась себе делать. Ну а от чего это может отвлечь? В России последствия от подобных скандалов не так уж и значительны, нежели, например, в США, напоминает Эксперт. Так что кто в этой истории против кого, совсем не важно. Собственно говоря, мы не государство Америки, где существует понятие харассмента, еще что-то такое. Ну, было и прошло. В принципе, и с Котеновым это было плохо, скажу откровенно. Человеком, похожим на прокурора, это было плохо. Что касается Терепаски, то это вообще, он не госслужащий этого большая частная жизнь. В Прихольской, я так понимаю, они не сильно целились в этой ситуации. Там действительно, скорее всего, все-таки был целью Терепаски. Кто бы ни был заказчиком, был ли он вообще. Важно то, что она появилась. Ну, против кого, не хотелось бы гадать, не хотелось бы разбираться в сайтах этого дерьма. Просто вот оно есть. И оно замазало всех. Не заказчиков, работодателей, не саму эту красотку. А теперь вовек не отмытится. Ну, а кого там гей? Ну, идет ведь с премьер в отставку. Ну, схватит олигарх неприятностей в кругу семьи. Ну, это не беет, это не смена власти. Что поражает особенно, это вот какая-то вот запределенная уровень беспечности и тупизны самих персонажей. Хочется все-таки от наших олигархов, от чиновников каких-то изощренных комбинаций, работа головного мозга. А тут просто целый луж и пукнул. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».